Детская поликлиника в городе Красавина открылась в здании жилого дома в 2007 году. Ранее здесь располагалась стоматология. Тогда же был проведен последний косметический ремонт. Известия о масштабных капитальных работах сотрудники учреждения приняли с восторгом. Даже несмотря на то, что временно пришлось переехать в здание больницы, которая располагается на северном подъезде к городу. Родителям с приболевшими детьми также было неудобно добираться до главной поликлиники. Сегодня эта проблема решена. На сегодняшний день в детской поликлинике прием пациентов ведется на двух участках. В планах увеличить их количество. За минувшую рабочую неделю доктора принимали по 15-20 детей в день. В пик заболеваемости будет больше. По вторникам и четвергам – дни приема здоровых детей. В среду медики по очереди выходят с профилактикой в школы и детские сады. По словам единственного в городе врача-педиатра Светланы Поповой, радует, что после переезда уменьшилось и количество вызовов на дом, так как пациентам близко и удобно прийти в поликлинику самостоятельно. Для оказания медицинских услуг маленьким красавинцам в одном месте не хватает кабинета для физиопроцедур. У нас работает массажный кабинет. Сейчас тоже стал работать в этой поликлинике. Там у нас кабинет отдельно, со здорового входа. Массаж проводится с 12 до 3. Мы направляем детей до года, и в том числе и до года тоже, которые нуждаются в этой процедуре. Потом у нас есть процедурный кабинет, где производится забор крови два раза в неделю, в понедельник, в четверг. И инъекции мышечные, внутривенные. По необходимости кому-то это нужно. Отметим, что детская поликлиника в Красавино, кроме городских жителей, принимает пациентов из населенных пунктов в радиусе 15 километров, а это 1252 ребенка. Для удобства пожилых людей в обновленном медицинском учреждении осуществляют работу отдельный процедурный кабинет. Мы ждали и не дождались этого случая, когда откроют вот здесь процедурный кабинет, да и детский тоже. Вот на город с детьми, пожалуйста, уходят машины вообще. Как попадать? Ходили раньше, потому что здесь не было, на ремонте было. Куда больше ходить? У нас только одна поликлиника. Там перевели, куда ходили. А это езда на автобусе далеко, ведь 4 километра-то не близко. Конечно, неудобно, особенно в зимний период. А сейчас? Прекрасно. Напомним, капитальный ремонт детской поликлиники длился 7 месяцев. За этот период выполнена внутренняя отделка всех помещений, заменены сети электроснабжения и канализации, освещение, дверные блоки, отремонтирован соколь здания, установлены новые санитарные приборы, отремонтирована пожарная сигнализация, обновлены входные группы. Отремонтированы два крыльца, навесы и поручни. Построен навес для детских колясок. Установлен пандус для удобства маломобильных пациентов.